Мы, родители учеников и коллектив работников Быковской школы, села Быково, Шипуновского района, Алтайского края, стали заложниками бездействия администрации Шипуновского района. Это видеообращение было записано еще в марте 2023-го. Тогда точка кипения наступила после обрушения потолка в Быковской средней школе. Капитального ремонта родители добиваются с 2015 года. После инцидента школу закрыли на неопределенный срок. Сейчас 80 детей учатся в Шипуновской школе номер 2 за 13 километров от села Быково. Организован подвоз, но дети приезжают за час до начала уроков, подчеркивают родители. А обратного рейса могут прождать и больше двух. График уроков доп. образования сбился. Классы, которые должны были учиться в первую смену, учатся во вторую. Изначально родители просили организовать обучение детей в здании конторы Быковского СПК, находящегося в село Быково. На что получили отказ со стороны комитета по образованию. Председатель комитета по образованию на общем родительском собрании заявил, что после выставленного нами видеообращения о состоянии нашей школы, помощи и поддержки от нее не ждать. Любые жалобы, поданные нам в госорганы, будут отвечаться для плановыми проверками школы и дисциплинарными взысканиями от директора Быковской СОЧ. Родители говорят, председатель комитета по образованию района обвинила директора школы в бесхозности. Неоднократные жалобы с просьбами о помощи люди подали во множество инстанций. Краевое министерство образования, губернатору края, президенту, депутату Госдумы по округу. Правда, Краевой Минобор в ходе внеплановой проверки установил, права обучающихся не нарушены. И отметил, что Быковскую школу планируют капитально отремонтировать. Правительством Алтайского края 26 июня 2023 года направлена бюджетная заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на включение объекта в федеральную программу модернизации школьных систем образования на 2024 год. В настоящее время ожидается принятие соответствующего решения Министерством просвещения Российской Федерации. Результаты о рассмотрении заявки будут известны в конце текущего года. К слову, обещанные внеплановые проверки оказались не пустой угрозой, подчеркивают родители. Это стало причиной увольнения двух учителей, говорят люди. Председатель комитета по образованию позволяет себе морально унижать директора филиала, при родителях и коллективе учителей, говоря о том, что ей надо уйти в должности, уступив место другому. Директору были присвоены два дисциплинарных взыскания. Незаконно готовится очередное взыскание. Между тем, председатель СПК Быковский предоставил помещение и согласился оплатить все затраты, связанные с обучением и содержанием здания на момент ремонта школы. Они и родители вложили собственные средства и отремонтировали здание к учебному году, но учиться в нем не разрешили. Администрация района готова принять здание конторы СПК Быковский в безвозмездное пользование для организации образовательного процесса. В случае приведения здания в соответствии с требованиями санитарных правил, санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, требованием пожарной и антитеррористической безопасности за счет собственника помещения. Кстати, в помещении за свои средства установили пожарную лестницу и тревожную кнопку. Родители обеспокоены положением дел в сфере образования в их районе. Хотим отметить тот факт, что в Шипуновском районе мы не единственные. Горьковская СОЖ под угрозой закрытия, Белоглазовская СОЖ – рушится спортзал, Углаповская СОЖ – стройка замороженная. Дети обучаются на строительном объекте. Список очень большой, поэтому мы предлагаем и считаем необходимым обратить внимание на качестве работы комитета по образованию Шипуновского района. Самое печальное, что в сложившейся ситуации прежде всего страдают дети, подчеркивают родители и учителя. Помогите нам! Юлия Щепина. День с толком.